А мы продолжаем умением устраивать пышные карнавалы. Красноярцы прославились давно. С шиком размахом жители города отпраздновали 380-летие города. В новостях ТВК продолжается проект «Карнавальная неделя». Сегодня вспоминаем праздничное шествие 2008 года, которое запомнилось яркими и красочными костюмами. Сами гоним. Для праздника специально выгнали. Сколько нагнали? Ну, для праздника хватит, я думаю. Еще не прошли полпути, а одна бутылка самогона уже закончилась. Вот такое оно, веселье в лучших обычаях страны, с медведями и танцами. Но не только традиции русского народа соблюдают на карнавале в честь юбилея Красноярска. Свой колорит вносит каждая нация. Хорошо, все будет хорошо. Уже половинку отхлебали хорошо. Ох, чувствую, я древние загуляю. Слею точно. 380-летний день рождения Красноярска отмечают с размахом. Чувствуется он во всем, особенно в костюмах. В этот раз одеяния Петра Пимашкова украшены по-царски. Кругом меха и каменья. Кстати, это последний образ, которым тогда еще глава города предстал перед горожанами в праздничном шествии. Традицию Пимашкова наряжаться через несколько лет новая городская власть не продолжит. Удобно, потому что он шит, как говорится, под меня. А во-вторых, ну, наверное, раньше в старину умели подбирать, шить, вот, фасоны, все. Надо осознаться, конечно, что костюм тяжеловат. И если учесть, что наши предки, естественно, себе таких вещей, я имею в виду, бижутерию не позволяли, это все были натуральные каменья, я представляю, насколько были тяжелы их наряды. Настоящие животные смешались с кукольными, десятки украшенных машин и ненаряженные, но завораживающие трюками. Огромные костюмы на хрупких девушках. Повторить весь этот шик горожане смогут не скоро. До 2012 года в Красноярске будут проводить только детский карнавал. Ну, а таким запомнился этот большой юбилей города. Ну, а как город отметит свой нынешний день рождения и чем удивит карнавал 2014 года, смотрите в прямой трансляции ТВК 28 июня в 11.55 утра. Ангелина Селина, Новости ТВК.